здравствуйте уважаемые слушатели и гости нашего канала меня зовут юлиана и в этом видео мы с вами поговорим о пасхальных табу что запрещается делать на пасху согласно старинных и церковных традиций друзья совсем скоро близится такое желанное и любимое многими торжеством это пасха и в этом году она наступит 2 мая и это праздничная дата она знаменательна для любого верующего человека она символизирует дань памяти иисусу христу который принес в жертву свою жизнь во имя нас и конечно же каждый отмечает пасху по-разному кто-то организовывает богатые застолья но многие считают особо важным именно посещение храмов празднество длится ровно неделю и в этот период принято радоваться воскрешению иисуса христа ну а если говорить о вековых суевериях то традиции православия и язычество у нас тесно переплетается а потому часто трудно понять что же разрешено делать на пасху а что нет и как же правильно ее встретить но конечно же пасхальные запреты это особая тема и об этом стоит поговорить в этом видео так что же запрещено друзья конфликты и обиды на пасху запомните раз и навсегда это табу более того главное в этот период очистить свою душу и внутренне простить всех своих огорчителей тех людей которые вам возможно мешают жизни вас обижают от этого легче не станет а если вы простите ваша душа по-другому начнет воспринимать этот мир также праздник принято быть щедрым во всем угощать дарить тепло окружающим прощать самому и извиняться перед другими а также полезно отдавать и делиться чем вы можете далее что нельзя это унылое и тоскливое настроение нужно быть веселыми и добродушными к другим дабы не наводить печаль в эти светлые дни не рекомендуется впадать и в крайности позволять себе лишнего умеренность знаете это основной девиз этого периода также старайтесь относиться спокойно и к спиртному и к пище трудиться в ущерб празднования считается недопустимым если это только не долг службы в остальных же случаях гораздо правильнее потратить это время на встречи с родными близкими друзьями а бытовые все хлопоты лучше оставить на потом это же касается и уборки дома также в пасху не стоит посещать могилы близких людей церковью запрещено на пасхальной неделе думать об умерших и проводить по ним за упокойные службы ведь печали стирает весь смысл праздника также не лишним будет напомнить что нельзя класть в пасхальную корзину освещать в храме разрешено традиционные продукты а также то что исключалось во время длительного поста это крашенки мясные мясные изделия куличи спиртные напитки возбраняются исключение только вино когор а вот деньги другие материальные ценности колбасу овощи фрукты брать с собой в храм лишнее огласит церковная традиция но если вы желаете это сделать то обязательно это сделайте главное чтобы вас никто не заставлял и вы от чистого сердца этого хотели друзья это достаточно очень важно ну и конечно помните об остатках еды после праздничной трапезы кусочки освещенных куличей присыпка крошки и даже скорлупа от яиц многое из этого подлежит именно именно вскармливанию птицам или животным скорлупу можно посыпать под деревьями у себя на участке также стоит помнить что лишь бы куда выбрасывать подобное не рекомендуется вот такие друзья у нас табу на пасху мы надеемся вы нас услышали с вами как всегда был канал зато река для тебя и ваша юлиана